1 часа 1 часа Хеллоу Хеллоу, мне просто радко себя, как всегда Матусик, он спит Ой, не спит, а мультики смотрит Когда песня с сагой? Должна быть 17-го числа, но я надеюсь Вообще должна была быть еще раньше 2-го Но у меня столько происшествий произошло за эти две недели Что даже Даже не знаю, что сказать Ты наращиваешь ресницы снизу? Вообще наращиваю, но сегодня нет Ой, сегодня Давно уже Сейчас у меня их нету, я накрасила уже обычной тушью Так, о чем я размазывалась-то? А, вот здесь Мне кажется, тут тоже вместе с карандашом Как вы так хорошо видите? Я так хорошо не вижу Даже близко А что это произошло у вас? Ой Я не очень люблю делиться всем, что происходит в моей жизни Точнее Знаете, вот хорошим я могу делиться А вот плохим я не очень люблю делиться Так, это же смешно, а что смешно? Ужасные накрасились Почему ужасные? Не знаю, мне кажется, нормальная область Здесь ног можно помешать И поползать Для малышки глаза кофетовые Вот что-что Я тоже считаю, что вы эти глазки точно умеете Она может быть кто угодно Валера, моя мама Валерина мама Но она точно имеет мои глазки Так, эти розовые губы не идут А я тоже не люблю розовые, но они пока таки розовые Они потом будут другие Они потом будут другие Поехали Что же показать? Вон она Бутуся 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 Бусинка Бусинка Талочка, ты очень красивая Спасибо Ты разошла, маникюр не тот Ногти не те Лицо не то Нос не то Все как всегда Педикюр покажу. У меня обычный педикюр. Френч. Что, как бы, не знаю, может. Так. Сколько дочек? Дочечке уже два годика, прикиньте. Он такая, в завод своящее. Я сейчас смотрю, она сейчас очень интересная. Прям очень. Привет, из Челябинска. Как ты прекрасна. Привет, Нельникова. Миларка или Малинка? Я сейчас плохо прочитала. Ты очень красиво. Спасибо, мои хорошие. Мне очень приятно. Для того, чтобы защищаться от меня, вы не очень понимаете. Привет, Сьюшкаралая. Привет, Сьюшкаралая. Знаете, если бы не игра в города, да, я бы, наверное, даже никогда не знала, где находится Сьюшкаралая, но я знаю. Вы красиво, не слушайте завистников. Спасибо. Так, привет. Уже, наверное, два с половиной. Еще двух с половиной нам нет. Так, написала везде про чистку зубов. Обратите, как приучили. Вы знаете, вот я не знаю, почему зубы она пипец как любит чистить. Она не любит мыться вообще. У нас ад, это каждое мытье. Просто ад. Крики, оры, истерика страшная прямо. Не знаю, вот с купанием у нас... А чистить зубы вообще... Целыми днями готова чистить зубы. Только дайте ее щетку и все. А вот, зубки любит чистить. А вот, купаться вообще ненавидит прям. Так мы даже, когда... Хотя она когда была совсем маленькая, она очень любила купаться. Она так любила и море, и бассейн, и все. Прям ее туда достать было невозможно. Сейчас, например, когда мы прийти на отдых, она еще сколько-то, знаете, привыкала. То есть на два-три дня не купалась вообще. Она прям боялась этих бассейн, боялась этих морей, кричала, как сумасшедшие. Я даже не представляю, что тут какой надежный пучок может получиться истинный. А потом как-нибудь в этом сангубе. Ну, такие нюдовые, они должны быть коричневые. Только легкие-легкие коричневые оттенки. Прям легкие-легкие. Вы сейчас, что мы сейчас в саду помогаем природе, а ты помогаешь нам. Вот это приговорот. Так. Что за футболочка на тебе? О, кстати, футболочка-то я вот твоя мама брала. Я могу вам сторис выставить ее. Она как раз пока еще в Китае. Так что может отправлять заказы. А скоро она уже прилетает. Правда, она прилетает-то я ее не увижу. Особенно я два дня увижу, и все, и я улетаю сама. Какой цвет краски у тебя, цвет четкий. Вы знаете, я всегда смешиваю тональники. Всегда. Я никогда не пользуюсь одним тоналом. Вот сейчас, на сегодняшний день, тоналки, которые я мешаю... Кстати, у меня немножко новая, они немножко обновились. Раньше я другими любила пользоваться. Я вам вот это, например, не советовала никогда. А сейчас я к ней привыкла. Я ее прям полюбила. Это у нас что получается? Расселарам. Вот такой вот. В такой упаковке. Офигенный цвет мне очень нравится. Я его когда купила, я к нему не сразу привыкла. Мам, мам. Что за? Моя красивая. Моя красивая. Моя умная. Ты видишь, что ты творишь? Так можно делать? Сейчас я, короче, решаю вот эти три. Ты как? Я мама. Вот мой любимый корректор. Сейчас я беленькая, у меня опять подходит Эсеналаран. Но какое-то время я им не пользовалась, потому что я слишком беленькая. Ну, типа была слишком загорела. Сейчас я беленькая. Но я красивая. Ты тоже хочешь показать? Ты тоже бьюти-блогер? Вот это, девочки, биби-крем тоже Эсеналаран. Офигенно. Вообще всю косметику Эселана я вам советую. Я вам всегда это советую. Советовала его, действительно, что я в восторге от всего. Самый, конечно, крутой для меня кушон, но я тоже сейчас его пока не пользуюсь, потому что он приносит теплова. Вот эта штука, база под макияж, девочки, вы просто обалдеете. Я первый раз взяла вот эту прозрачную, типа, с блестками, но когда я загорела, я покупаю такую оранжевую. Я не знаю, сказать, что лицо становится бархатом, это, если честно, ничего не сказать. Вот обязательно попробуйте. Это приступы из одной серии, видите? Но я вот это, может быть, не так советую, как и к этому надо привыкнуть. Вот это я очень советую. Вот это я очень советую, корректор, тоже Эсеналаран. Вот это я очень советую. И я вам советую эсеналарановский кушон. Все, кто покупали кушоны, они до сих пор мне пишут, что благодарят, где-то блинтаты. Говорят, это вообще такая крутая вещь, просто нереально. Доча, ты брала? А, вот. Ну и мои любимые корректоры, это вот эти дёровские. Обожаю. И купила ещё тоже бэктейжевский, дёровский хайлайтер, очень красивый. А где покупаете литуаль? Поделка однозначно. На литуале я не покупаю, я все покупаю с золотом яблоки. Вот, иногда в Ривгоше. И вообще не куплю. Не знаю, даже будет видно цвета или нет. Не, не видно. Ну, короче, штуки прикольные я вам, девочки, советую. Прям очень советую. Таточка, ты очень классная. Обойте просто супи красотулечка. Ты моя красотулечка, мамочка, ты красотулечка. Дядя. Дядя, я сейчас понимаю, Люба. Давай, мама заберет. Это мамина косметика. Ты же знаешь, маме на косметику трогать нельзя. Ты же знаешь. Может, я накрасила губы, но я, честно говоря, не знаю, где наша коробочка с утра льет. Так, у меня сынашку три годика. Блин, три годика, это вообще, наверное, классный возраст. Они уже намного больше. Хочешь, я тебе губки накрашу? Хочешь, губки накрашу? Да. Ну, правда, сочный карандаш, я буду знать, где всем она помажет. Давай губы накрашу. Мам. Вот так. Вот так делай. Мне так неудобно красить. Давай. Ой, как красиво, Бетти. Тебе нравится? Тебе нравится, дочь? Да. Красиво тебе же, да? Посмотри, я тебе еще чуть-чуть сделаю. Тебе нравится краситься, да? Ты любишь краситься? Да хоть давай волосики соберем, пока там волосик смотришь или кричать будешь. Ага. Ну, давай, 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 соберем. Пожалуйста, мамочка, давай. Это мы больше всего не любим. Нет, мама. Ну, раз мы сейчас накрасим. А, мама. Нельзя. Ну, что нельзя, быстро давай. Да. Таточка, глаза гонят вообще-то красавище. Спасибо большое. Так, там детки. Где детки? Ой. Там детки развития. Где детки? Тата, спасибо, что ты сейчас пользуешься, по-моему. Пузачок, пузачок, прячь в животик. Прячь в животик, пузачок, прячь в животик. Прячь в животик. Так, ну что, давай вопросы читать, мамочка. Что это сейчас было? Что это было? Так, где покупаете вещи, Бетти? Да не знаю, везде, где понравится. Так, ну, то есть, давай вопросики читать. Ты тоже не должна уже уметь читать? Ты даже не только читать должна, а ты уже говорить должна уметь. Ответять на них. Но не должна, ты еще ничего не должна. Это скоро. Так, замуж не собираешься? Собирайся, как нет. Как нет? Как нет, да, Вася? Будешь на маминой свадьбе, что будешь делать, мамочка? Ты будешь сзади лепесточки бросать, лепесточки будешь бросать, к лотарю идти. К лотарю будешь к мамочке идти. Так, что с нижними ресницами? Ну, что ж, мне еще накрасила их просто тушью. Вот. Так, вы еще носите памперсы? Да, мы еще носим памперсы. Так, сколько лет принцессе? Бетти уже два годика. Тата, дома старайтесь не одевать подгузники. Я так не могу, и девочки. Я не могу ходить, чтобы ребенок ходил дома без подгузников. Я не готова к этому. Поэтому каждому свое. Вам какая разница? Вы что, мне памперсы покупаете, что ли? Нет, я сама я покупаю. Вам за твои что? Хоть она у меня будет ходить в этом. В поясе верности. Вам какая разница? Уже два копии памперсы. Слушайте, ну все по-разному. Я не знаю. Я же никого не... Я вот считаю, что мне 26 лет, а я уже знаю 5 языков. Но я же не подхожу к людям, которым по 40. Понимаете, я и в 20 лет знала 5 языков. Но я не подхожу к ним и к людям, которые не знают, сколько языков. Я не говорю, что они какие-то такое. Любой ребенок, она не пойдет в 8 лет, извините меня, в памперсы, правильно? В 7 не пойдет, в 6 не пойдет, в 5 не пойдет. Потому что это уже ненормально. Ненормально не потому, что она уже сама осознанно к этому в любом случае придет. Пойдет в садик, увидит, что там у детишки ходят в туалет. То есть все будет видеть, например. В любом случае все сознательное от них в любом случае придет. Когда малышка пойдет в садик и не хочет отдавать мне, я очень хочу отдать батечку в садик, потому что сейчас я везде ее с тобой стараюсь брать, но мне тяжело. Я пока без машины и мне тяжело с ней вдвоем. без машины, потому что когда я на тачке, у меня там хотя бы все лежит барахло, автоклик, ну, короче, у меня все как бы там лежит в машине. А сейчас я без машины, мне некомфортно, неудобно. что, у меня же раньше была большая машина, а сейчас не очень, и то не всегда она есть. Так, у меня двое детей выросли в памперсе. Детки, у меня уже все, я вот не готова, реально, я обожаю своего ребенка, но я не готова про памперсы говорить сутками. Господи, в памперсы, в туалет ходить. Ну, давайте сейчас будем, кто, какой туалет обсуждать. Ребенок сходит в туалет в памперсе, и все. Куда ваши дети ходят, мне не очень интересно, потому что всего лишь два варианта. Либо они ходят в памперс, либо они ходят в туалет. Если они у вас ходят в памперс, я не сильно расстроюсь. Если они ходят в вас на унитаз, то я могу вам только пока позаигрывать. Вы думаете, мне нравится постоянно памперсы внять. Конечно, мне хочется, чтобы Бетя сказала, мам, я хочу в туалет. Я такая, подошла, штанишки спустила, ее посадила, все чистенько, все хорошо, понимаете. А так приходится, а так это целый ужас в памперсе. Ну, не ужас, но в любом случае. Поэтому, конечно, мне тоже хочется, чтобы она кабинетовала. Но не ходит. Не могу подтереть потом бумажкой. Так, что еще? Я вам еще раз сказать. Хоть один человек задали хорошие вопросы. Что гоняется? То и дело. Лесницы, шмотки. Здесь, которых интересует что-то другое. Но, кстати, да. Один и тот же вопрос. Про вольеру. Про лесницы. И про что? И про памперсы. Таточка, как тебе удается так отлично выглядеть? Слушайте, я поправилась сейчас. Я опять поправилась. Я опять где-то 54 килограмма 55. А должна быть 49. Поэтому сейчас я не такая уж и худенькая. Не, ну я тоже худая. Просто обычно я худощавая. А еще я просто худая. У меня такое раз в месяц бывает. Тата, какое ваше любимое хобби? Блин, я не знаю, кстати. Вот я бы хотела найти свое хобби. Потому что если я найду свое хобби, если я смогу превратить это в работу, то я никогда не буду работать. Но мне реально... Реально я не знаю, как у меня хобби. Я очень хочу найти все хобби. Что-то такое, что бы меня очень кривало. Но я не знаю, что. Так. Любишь мороженое какое? Ой, я знаете, какое мороженое? Я очень люблю кисташковое мороженое. Это мой самый любимый. Кем ты любишь заниматься в свободное время? В свободное время я люблю встречаться с друзьями. Иногда пить. Я не знаю, что. Но мне нравится... Нет, кино, кстати, я не очень люблю ходить. Я не часто хожу в кино. Что я люблю? В последнее время стала кальян курить. Я вообще раньше не курила кальян. Не любила. Занималась ли в детстве каким-либо видом спорта? Да, я занималась в больными танцами много лет профессионально. Так что у нас вся семья танцоров! В ближайшее время поедешь куда-нибудь отдыхать. Ну, я не совсем отдыхать. Ну, в принципе, я... Но моя... Нет, я отдыхать и не отдыхать. Я сначала еду в Монте-Карло, вот. И потом я иду в Майами. Вы можете себе представить? Я буду в Майами. Мои ножки будут гулять по Майами-Бич. Я даже в это поверить не могу. Прям вообще так круто. Это крапки. Осталось совсем чуть-чуть. Так мне надо похудеть, чтобы быть красивой моя. Монте-Карло, мне пофер какая. Я буду красивая или не красивая? Ну, я там еще просто... У меня надо еще как раз вещи там собрать, потому что я возникла в Америку. Мне там много чего лежит. И, короче, сразу оттуда потом рванем в Майя. Последнюю страну, которую ты посетила. Мы были на Кипре, да, Батунчик? Мы только прилетели с Кипра. Сколько, может, дней 8 назад? Только были на Кипре, мамочка, мамочка, мамочка. Все фотографии у мамочки удалили. Ты моя маленькая, 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 матенькая. Я тебя люблю. А как делать? Как собачки делать? Тата, ты вернулась в Москву? Слушайте, ну нет, пока нет. вообще мне надо как бы я бы хотела у меня сейчас много работы будет мне надо квартиру найти а мы жили короче в гостинице а вот сегодня переехали в квартиру но нам нужно на долгий какой-то срок найти нормальную квартиру а так пока я не живу тут стоять где-то тут-то там-то тут-то там-то тут-то бабулечка у нас что-то на английском скажи когда будете блондинкой знаете я не планирую возвращаться ой я не планирую возвращаться в блонд мне очень нравится этот цвет волос я прям довольна я очень рада что я перекрасилась единственное что как я перекрасилась у меня стали безумно кудрявые волосы опять я конечно пытаюсь это выпрямлять и все такое но слух получается они очень подряд как делать-то хорошие цветы вообще бомба это прикиньте я уже была это всего лишь я второй раз покрасилась после блонда всего лишь 2 покраски я ни разу не была зеленая вообще никакая я не ходила бегать 25 раз чтобы типа забить цвет мне все получилось первого раза и не была никакая зеленая не вымывалась как-то страшно вообще вот это у меня уже цвет смысл то причем смылся цвет я была на море и вообще не сегодня шапки нет ни платки ничего и вот пожалуйста он конечно у меня сгорел он стал такой более коричневый какой-то а так он у меня был русый я трусы больше вы конечно эту черту что у меня были русами коричневый но в любом случае цвет бомба огонь я уже много лет хожу к нари я все делаю что связано с волосами у нее сколько нас уже почти 600 человек я потеряла вас так много раньше вас так было много что за кулон на руке когда мы сейчас были на кипре с битусиком мы поднимались монастырь мужской кейкос он находится недалеко от гора олимп поднимались вот ящик не буду брать вам 1700 метров над уровнем моря ехали по такому страшному пипец серпантин там реально вылочи страшно один такой резкий обрыв батюшки стало три раза короче плохо в дороге пока мы поехали но мы доехали до монастыря мне очень понравилось я купила там такую штучку там короче вообще там лежат мощи богородицы и помимо этих мощей еще 100 других мощей лежит и это достаточно отдаленный туда со всего православного мира приезжают люди даже мусульмане посмотреть на вообще на чуду там висит икона божьей матери как закрытым ликом то есть на него нельзя смотреть вообще его нет вот открывать какую-то паломническую ночь но даже батюшкой но даже батюшки не могут короче смотреть и в глаза по поверью нельзя и короче то подходишь ты стоишь в очередь большой и ты должен какие-то предметы положить но приложите по его чем-то попросить но по эти крестик был я приложил мы приложили ее крестик а у меня здесь был короче браслет карте один на руке гвоздиком такой но нет это другой и и у меня еще был гранатик я купила потому что гранат оказывается кстати никогда не знала катся гранат это плод красоты не знаю там красоты чего еще изобилие вот это считался как бы фруктом афродиты но плюс еще и православном мире окажется это тоже как бы признак изобилие красоты сам гранат я купила короче один гранатик вот эту штучку такую вот видите здесь у меня вот эту штучку и я короче подходила быть машами два раза отстояла очередь и подходила и вот эти три предмета короче вот эту штучку прикладывала а гранатик приложила и свой браслет карте три вещи но когда я на второй день после киа после этого монастыря короче мы поехали на корабле плавать в море в открытое и я выстрете плавала и у меня открылся браслет не знаю как потому что он вообще закручивался на гвоздик его но как бы если даже я хочу его снять небо не сняла его сама но он у меня короче выпал прикиньте он у меня но я очень довольна была эта поездка я очень была счастлива я очень расстроилась чтобы что мне браслет потерялся если покупать не смогу и а потом подумал наверно боженька у меня что-то пускай плохое забрал и и все а еще потом я поехала от камня афразиты но по поверью место откуда пробить такая вся вышла из этих камней красиво я взяла этот гранат и тоже хотела зарядить его энергии красоты и силы любви но там пока то нужно его три раза проплыть достать со дна камень и положить в эту пещеру я очень боюсь воды я приплыла к этому камню афразиты меня вот так все три слота были сильные волны это хороший знак что правда хороших на карту было на городе может плохой я остаюсь смотрю этот камень такой уродскими как-то дырка муж какой-то слизкий прям мне страшно и понимаешь там ничего нету но мне вот кажется что тут камень не съезд я к этому камню потом короче от него потом опять к этому камню думаю сука думаешь он зря сюда приплыла и так далеко было у меня надо все равно это сделать и хочу вокруг не смогла проплыть были слишком сильные волны да и страшно реально мне было очень страшно и я короче поставила там этот камень были мне даже подойти страшно было не то что проплыть проплыть мне было не страшно как степень на меня смотрел как будто монстр какой-то с дырками такой вообще ужасно я так стояла заряжала этот свой гранат а в душе мне было так страшно мне кажется я его зарядила страшного нелюбовью красотой и чем там еще короче но вы поняли и женской херней который я хотела бы обладать я зарядила в этот гранат ёкар не бабай зачем я сейчас про него начала говорить я вспомнила а где гранат то ёкар ё блин нет пожалуйста боженька я тебя прошу я не хочу этот гранат потерять я не пойду опять как традиции и не поеду я монастырь бы я с удовольствием еще поехала но не сейчас не знаю когда туда попаду я не хочу свой гранат потерять я не потеряла но сложила его потерять я не могла но а браслет у меня реально слетел а там короче была женщина писать на корабле у него у него как сережка семейная пара была сначала там тела семейка было значит сначала супруг потерял какой-то маленький крестик ходил там расстроенная вруйте тебя тоже браслет потеряла он куда блин я такой крест думаю да что там у тебя за крест и потом его теща короче потеряла сережку плакала пипец там сережка я не знаю сколько она весит может быть она весит 00000001 микрограмм какой-нибудь как она плакала это просто жесть я конечно тоже сначала мы не плакала очень расстроилась уже там ушла в этот небытие умирала двумусил пипец мне больше никогда такого не будет я чмо лох и а потом 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 я подумала что боженька мне задал что-то плохое наоборот вот это все забрал плохой только хорошая не принесет короче гранатом попасться не могу мне вообще для этого граната надо сделать отдельную клубу поставить вот так он у меня заряжен так это отдала все плохой получилось все новое и чистое да новое чистое конечно получила но если бы знали что-то произошло три дня назад вы бы честно говоря другого слова я подобрать не могу это случилось со мной в бете не хотелось бы я такой человек я не люблю там спрашивать это говно все обсуждать что разводы там и все остальное пятое-десятое издалека могу что-то обсудить но вот прям вникать в это конечно не хотелось бы но произошел комнатра если кстати кто-то издает квартиру в москве в центре напишите мне и скиньте фотки че еще сказать вам че у нас еще было ой поездка конечно была у нас очень классная но по этим раньше быть мы с ней сколько не летали и не все все было классно я никогда не тошнили ничего она чем меньше было тем слаще летать а сейчас короче в этот раз очень много тошнила в самолете и стошнила я как бы на бете у меня просто никогда в жизни на меня быть и даже когда маленькая была не рыгала прикиньте мы с ним какие садимся в самолет я еще после съемки у меня кудри такие накрученные значит ресницы как будто эта звезда полетела и значит такая у меня вольна не яркая оранжевая кофта я слишком ярко выглядит короче все на меня смотрят посначала мне понравилось что я была красивая потом я такая сажусь самолет в эти мне как бреванула у меня вот так все на мне все просто начинаю так посиди на волос заканчивая я не знаю штанами почему что заглючила заглючила что вопрос заглючила или нет глючит вы меня видите слышите слышно видно не понимаю нет а мы все вроде пошли на сейчас уже пошли текст лайки и сам эти сердечки так вот вы прикиньте короче я сижу нет нет да какие-то языки нужно может произойти все отлично все пошло вроде короче нахожу в самолет такая вся красивая но пупыренная после съемки у меня такие кудри у меня такой макияж я такая красивая прикольная короче этой оранжевой своей толстой она мне очень подходит и значит такая сажусь самолет с петушиком и начинаем взлетать и она как тошнило тошнило все было вот мне я вам говорю не объявляла вся вот так у меня пол волос было вот так тошноте вся одежда но я талай ребенка то я могу переодеть а для тебя даже ничего не взяла чтобы переодеть я ходила такая красивая по всему аэропорту такая вонючая я просто вонял молоком мне кажется каким-то жутким это был трэш но слава богу что батюшка была чистенькая все у нее было хорошо мы ее переодели она вырубилась спать но я летела вот так как крыса мокрая ужасно и потом короче мы уже когда поехали туда в монастырь мужской когда мы поднимались да по симпатину там она три раза в дороге ее стошнило но у меня уже была одежда поэтому это было не страшно так а так видишь на же ведем кмб знаете она сразу кайфанула она очень кайфанула мы вообще все очень кайфанули я рад что я я первый раз на самом деле поехала обычно еду отдыхать это я только лежу на на пляжу и все а здесь короче мы ездили по экскурсиям по всему таким свитом местам интересным короче мне очень понравилось бы то есть иди сюда пожалуйста там не надо я че-то слышно там что-то делаешь мне кажется что-то нехорошее а кто это у нас берет все лайки пропала куда-то ой нормально я даже не знаю не могу сказать что все нормально но нормально не нормально но нормально ты же знаешь нормально это нехорошо поэтому я сейчас немножко выпала так конечно послали нас тоже он только точно она думала что я только у тебя взял питала вот потом наехала типа не было плохо тошнит но я не ругаюсь и все понимают ребенок уникальный это не я прямо кричит ребенок это может раздражать но как бы человека когда тошнит это это может и взрослого стошнее так что за браслет на руке с чем связано это мой браслет защиты он заряженный я ездила специальный монастырь но не специальный монастырь а просто в один очень известный монастырь туда едут вообще люди со всего православного и даже мусульманского ну то есть со всех религий просто попасть в это святое место и я туда ездила и заряжала вот свой браслет ну а не браслетик сама вот эту штучку знаю как тебе помочь ты очень мне нравишься очень очень интересно как вы можете мне помочь и в чем в чем главное ага батюшка ммм моя обезьянка моя обезьянка какой монастырь скажи плиз а монастырь кикос это мужской монастырь кикос он находится вот можете почитать про него там икона богородицы туда многие женщины которые приезжают не могут иметь детей они просят ну как бы я за здоровье ребенка естественно просила а так вообще считается каким-то чудодейственным местом там многие женщины которые не могут иметь детей приезжают чтобы попросить в мамочке ну типа женского счастья в плане материнства вот так короче мне там очень понравилось я же две очереди отстояла прикиньте бэти ну красоточку а бэти тебя ты у меня самая красивая ну это антелька молодец я бы тоже съездила мне очень понравилось мне очень понравилось я очень довольна где это находится это находится на кипре но не совсем на кипре это в горах вообще прямо в горах в горах мы долго ехали так какую хочешь машину все что у меня был мерседес я все равно хочу себе мерседес просто я хочу выше класса и одним когда меня сейчас сейчас то что я хочу дали не на когда я возьму планировал ноябре если честно в октябре в конце октября планировала но у меня вряд ли получится но я хочу ешку купе я просто хочу новую машину я не люблю я что-то покупала ездила по нафта мерседес-центр я тут такая счастливая выезжала с этого магазина вообще-то был самый счастливый но не стану на один из самых таких сливых дней то что это была первая машина как раз массе куда было очень часто и я хочу тоже новую машину все равно хочу но прям чтобы она была новенькая да но теперь мне точно не получится ближайшая ближайшие несколько месяцев нас полгода точно нет он яшка хоть да такие как мне подойдет яшка заведите вот такая красивая есть да ездить вот вот это пыль что мне можно пока ей сраду эти некуда так так а куда делать то машина она по каким причинам сейчас отсутствует так вернулся валера вернулся в москву почему сейчас я не знаю вроде должен был вернуться но я не в курсе ну вот как это вот эти ближайшие дни так я помню какая ты пришла на проект такая была милашка слушайте ребят не было 22 года только исполнил 22 года мне сегодня 27 лет я уже просто старая милашка стала тогда я была молодая милашка сейчас я старая милашка чем ко мне пристали вот раньше а вот рвать раньше такая была а вот раньше вы никогда не 40 будет то что можете говорить ребят не 20 лет было сейчас мне почти 30 это огромная разница на лице отпечаток остается я пришла у меня не было ни ребенка не котенка не было молоденькая девчонка сейчас я уже девушка взрослая поэтому поэтому я не знаю чего там вот раньше раньше что раньше было офигенно что на сегодняшний день еще лучше а Владимка вы были моложе и эффектнее я не знаю я всегда эффектно я сама по себе просто эффектно мне в зависимости от цвета волос у меня сильная энергетика поэтому не важно блондия или брюнетка мне в этом цвете очень комфортно я считаю что мне и в блонде очень красиво и в темном мне тоже очень красиво но сейчас себя комфортно ощущаю в этом цвете мне очень нравится так молодец так не знаю что я молодец на самом деле вообще ни хера не молодец но все равно так Катуль ты сейчас молодая женщина хорошо я молодая женщина не ну женщина не 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 женщина я буду в 30 я реально жду свою тридцатку я считаю что в 30 лет почему-то с детства мне казалось что в 30 лет я буду нереально красиво просто нереально красиво так что встретимся с вами через три года и вы просто упадете и будете уже а вот раньше потом когда мне будет 40 вы мне опять будете говорить а вот раньше была такая красивая в 30 про мою про меня 20 лет не уже забудется так у меня раньше было два у меня раньше было слово паразит так я всегда говорила так а сейчас у меня другое слово паразит короче 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 у меня все сторис начинались со слова так а теперь скороче мне кажется ну скороче еще не так сильно как так так я вообще думала что я маленький поляк раз я много так так и нам в роддоме говорили что если родила значит женщина нет я еще рожавшая девушка но в 30 я стану женщиной так так ваше величество давайте вернемся в замок был бы у меня замок я бы вернулась но пока я только величество но без замка так короче время 6 часов Давидик ты здесь или уже ушел ну да было так было именно так так девочки ну что вы такие злые займитесь лучше с вами девочки они ничем не могут поделиться больше на самом деле те кто мне пишут гадости они очень щедрые люди я всегда это говорила говорю и буду говорить они щедрейшие люди потому что каждый человек он обычно делится тем что у него есть да вот у вас есть конфетки ты вот ими делишься ты даешь тепло добро потому что ты сама по себе излучаешь добро и радость тебе не стремно сказать человеку комплимент что он классный что он прикольный потому что у тебя и к себе отношения хорошие вот а у него у него у него у нее или у него там я не знаю кто гадости пишет у них очень плохое отношение в первую очередь к самим себе у них есть мешочек говна им надо им с кем то но они щедры им нужно делиться понимаете поэтому обижаться конечно мне это неприятно ничего не могу сказать когда этого много это неприятно но я понимаю что это опять же откуда уме и если я вижу в жизни да в реальной людей каких-то немножко там еродивых или с ними там что-то не так я никогда к ним не подхожу об этом не говорю это глупо но к сожалению это их отношение к себе в первую очередь они ненавидят себя внутри души поэтому они ненавидят окружающий мир да я по себе знаю когда согласитесь да и мы каждый сам по себе знает что когда мы не удовлетворены жизнью когда у нас что-то пошло не так когда какие-то проблемы наступают мы теряем в себе уверенность у нас появляется какая-то злость какая-то раздражительность усталость ненависть к окружающему миру ненависть к миру и вот есть люди которые просто из этого выходят быстро да то есть они не транслируют это в мир ну грубо говоря там ну не знаю неделю по злились все прошло а есть люди которые этим живут долго и не могут выйти из этой задержанной депрессии и поэтому они как бы обсирают всех вокруг и себя в первую очередь потому что им плохо внутри ну мне так кажется у меня например наоборот мне когда очень плохо когда я недовольная жизнью я с вами наоборот не общаюсь то есть я хочу выходить когда у меня хорошее настроение когда я могу поделиться с вами каким-то позитивом когда я не знаю ну какой-то быть веселой когда у меня реальная депрессуха и полная жопа хотя но я не могу сидеть разговаривать с людьми я наоборот ухожу в себя я начинаю грустить я начинаю думать ну как-то я начинаю сжирать короче себя изнутри может быть то как они делают выплескивать все на других может быть так лучше я не знаю но у меня вот другая стратегия во сколько ты родила доченьку я ее родила в 25 лет так последний раз предлагаю выходил за меня замуж ну да слушай у меня уже есть колечко ну да ну да ну да ну да ну да а ты сегодня ты знаешь во сколько встала мой зайчик уже спать хочешь потому что ты поздно встала но нельзя сейчас спать нельзя надо потерпеть сейчас будет спокойно ночи малыши так что там у нас все правильно говоришь ну да я такая умная просто многие люди мои нарезки везде написали куда какая-то тупая я просто веселая я умею делать из себя дуру потому что жить какой-то и кстати мне это даже веселит иногда но так как бы жить и делать из себя какую-то супер умную я не думаю что этого мозга больше прибавляется кстати вот самые тупые люди это вот которые сам больше всего держат умный вид вот это я обратила внимание да потому что вот все говорят на Бузову тупая тупая да в каком месте она тупая блин тупая в жизни столько не заработает то есть столько не добьется тупая это мы кто столько не добьется понимается а если не все что моя жопа моя жопа Танечка иду по улице слушаю твой эфир привет Танисе как дела у тебя? бля опоздал светлый так цвет волос класс спасибо мне сейчас будет еще лучше ммм моя бусинка моя спинка маленькая слушайте я так привыкла к быточкам спать не знаю что сделать я так любит не спать надо отвечать ну на срождение он меня так и нашел все 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 короче время 6 часов я думаю может куда-то сходите по тусикам слушайте скажите то в кино вообще с детьми можно? мне кажется можно уже 5 уже 5 взрослых уже 5 взрослых сейчас деньги дети уже такие более какие-то осознанные что ли и и и а узнать где ты работаешь и много говоришь что ты много зарабатываешь и много что и много добилась я вообще не говорю что я много зарабатывал много добилась мы говорили про бузову что это я тупая ну когда люди говорят там вот кому-то называют тупой да если что нельзя назвать человека тупым который там ну столько достиг все равно я что например и умная себя по сравнению с ней тупой и так как бы не знаю вот люблю умных людей людей которые вперед на которых есть равняться то есть не хотелось бы конечно добиться большого успеха в жизни для этого нужно быть трудолюбивой и иметь мозги конечно хочется мне бы хотелось быть такой я например даже я не вижу себя домохозяйкой например вы только круто мне хотелось бы чем-то свою жизнь с каким-то делом связать вот равно всю жизнь этим заниматься этим заниматься этим заниматься моя мужчина так у тебя есть мозги слушай ну в страну ос я еще не летал может быть и нету может нам слетать а вам красное сердце я может быть и за мозгами а вам за сердечком нужна слетать открой шум ой не шмотки вообще кстати моя хотела какие-то свои вещи подшивать реально очень бы хотела но вот прям заниматься шмотем шмотем не мои вот моя мама обожает это прям ее она обожает шмотки все что с ними связано кстати тоже мама выбрала вот вот я не очень планируешь второго ребенка блин пока нет не хочу ну так не обижайся музыки да нет ты чё я шучу я очень вечно обижаю я никогда не просто мне кажется как это глупо там или еще что-то такое конечно глупая что я умная что ли музыка так где мама мама китай ты клёвая спасибо короче у меня эфир походу зависает он похож к вам зайти давайте сегодня в 2100 может сделаем эфир вот я пока пойду как курю тогда не могу с вами курить так поэтому пойду пока покурю а мы с вами потом поспетничаем в 9 часов и надеюсь уже я бы тусик уснёт и навряд ли хотя может и уснёт не знаю быть вообще мало ну как бы она такая одна сегодня встала до часов дня она еще не спала днем она уже хотела но я ей не дала я вам сто процентов вот поэтому я вас целую 9 00 мне нужно сейчас покурить пойти ты куришь нет просто пойду поставить это будет курить но я курить не буду я просто буду стоять я люблю курить курить бросать не собираюсь курю очень давно мне всегда нравилось вот этими сказками байками что надо бросать курить я не живу когда реально я захочу курить я это скажу сейчас я наверное это должна сделать а просто говорить нет смысла вы меня раздражает акачу ты себя беспокоишь выйти там же не кнопочка завершить на хорошие чем ты себе утруждаешь вечер зачем то есть я тебя раздражаю а уходить так мне не хочешь зачем это было беременно курила нет у меня был такой жуткий токсикоз я столько тошнила в жизнь фу ненавижу большинство на сайте я ненавижу токсикоз прям ужасно сильно токсикоз у меня был очень сильно так все может быть попозже зайду я с собой скушу я слюблю чак ой